Всем привет! Я хочу в этом ролике рассказать про свои самые любимые ароматы января. Вообще, даже не верится, что уже прошел месяц нового года. Вообще, конечно, время летит очень быстро, и давайте его не будем терять, я поэтому сразу же начну. Я могу единственное сказать, что у меня в телеграм-канале мы частенько там делимся тем, что кто в чем сегодня, парфюм дня. Но не всегда и не каждый день я там выставляю все свои ароматы. Поэтому что-то, возможно, я и даже не показала, но тем не менее, мне очень нравилось носить это именно в этом январе. Так, ну начну я с аромата не зафотканного, но тем не менее, любимого в январе. Это Труссар Диспига. Я ее периодически с большим удовольствием носила. Заказывала я этот аромат, именно этот флакон, в интернет-магазине «Рандеву» для тех, кому интересно. Там и сейчас, кстати, идет кибер-неделя, кибер-скидки. Сейчас многие ароматы стоят дешевле, плюс если применить мой промокод «10 летао», то добавится еще дополнительно 10% скидки. И этот парфюм тоже дешевле, чем я его покупала. Ну и вы можете найти все ссылки и на мой телеграм-канал, и вообще на все, что только можно, в описании под видео в информационном боксе. Вот. И мне он очень понравился в январе. Я с большим удовольствием, еще раз говорю, выносила. У него очень красивый такой современный гурманский шлейф, но он не слишком тяжелый. Это что-то наподобие, ну, может быть, яблочного штруделя. Вот этого ванильного какого-то оттенка мороженого. И легкий оттенок яблока, ну, пропеченного. Очень красиво. Но вместе с тем вот в аромате есть какой-то свежий холодок. Ну, в общем, мне он этим нравится. Красиво смотрится со стороны. И, конечно, технические характеристики хорошие. Стойкость шлейф. То есть здесь вот именно все на высоте. Нет такого, знаете, диссонанса, когда парфюм стоит, допустим, дорого, а он уже нифига не пахнет там через полчаса. Здесь нормально все с этим. Потом у меня открылся случайно. Это вообще, конечно, прям открытие года 2024. Прямо в самом начале года. Это булгари пурфам. У меня вот эта шайба очень-очень древняя. Я ее покупала, наверное, в году 2009-м, вот так, 10-м. И покупала я его чисто, просто вот, это было в начале моего увлечения. Я просто почитала про него. Я помню, его носила там, очень обожала подруга Луки Турина, Таня Санчес. Я думаю, ну, Таня Санчес плохого не посоветует. В общем, она там такие писала о нем, прямо опусы, как это все классно смотрится, вот летом. И я помню, что я его себе купила и пыталась его носить летом в Крыму в жару. И я думала, блин, да что ж такие ретровые духи. А тут есть ирис, тут есть роза, пудра востесь. И, конечно, ну, во-первых, я моложе была. Во-вторых, ну, может быть, не для этого аромата было место. В общем, не знаю, он мне тогда особо не понравился. Задержался он у меня в шкафу только лишь из-за того, что вот он, знаете, прям как так затесался, можно так сказать. У него плоская вот такая форма. И мне нравится, когда я вижу вот все флакончики. Он у меня очень долго выполнял функцию подставки под флаконы. Я на него, допустим, ставила какой-нибудь низенький флакон, вот так вот. И таким образом он у меня задержался. А тут я, ну, как-то разговорились тоже по поводу вот этого аромата. Мне просто моя подписчица в личной беседе просто говорит, вот, хочу себе вот этот парфюм. Он снят с производства. Он сейчас очень бешено стоит. Я думаю, да? А он же у меня есть. Я его попробовала. И я просто обалдела от того, что вот сейчас, видимо, на фоне того, что мне последний год-полтора очень стали заходить всевозможные фиалки. Он, конечно, я думаю, подизменился. Вот в нем стал намного ярче именно вот этот чернильный практически фиалковый аккорд. Я помню раньше, как он мне только не слышался, но он мне казался очень каким-то какофоничным. Мне даже казался какой-то немножечко в нем оттенок вина. То есть я не очень люблю, мягко говоря, ирисовые ароматы. Вот. А здесь со временем в нем набрала силу именно фиалка. И она звучит здесь сейчас очень хорошо. Я вообще хочу себе из фиалковых, ну, я уже говорила, современный инсалент в жандарме. И я хочу себе Альфа-Актив Студио, по-моему, да, Альфа-Актив Студио, вот этот Violet Shot. Вот Violet Shot – это прямо the best. Потому что, ну, в нем для меня вот собрано именно такое сочетание для фиалкового аромата, которое я считаю идеальным. Он и урбанистический, в нем нет вот этой, знаете, замшелой какой-то там напудренной старости или чего-то такого. Ну, часто фиалковый аромат так воспринимается, очень ретрово, что-то вот в таком духе. Там все-таки сделано современно. И там фиалка и не водянистая, и не огурцовая. Ну, в общем, все очень красиво. Как-то выразительный такой аромат. Я бы его носила бы с удовольствием. И вот здесь тоже очень красивая такая штука. Она немножечко другая. Но, в общем, я прямо на него залипала в январе. Подпшикивалась так дома частенько. Мне очень нравилось. Я говорила о том, что в самом начале года, буквально 1-2 января, у меня было с брекеном. Но я не стала его нести. Все-таки брекен, аромат, конечно, уникальный. Но носить его прямо так изо дня в день я не ношу. А вот этот аромат, это Versace Versens. У меня прямо заходил как такой очень острый, освежающий аромат. Он совершенно не сладкий. Здесь прямо горьковатые даже, мне кажется, что-то типа грейпфрутов, вот этих вот цитрусов классных. Пахнет какими-то немножечко сладковатыми, то ли лотосами. Чувствуется кардамон. Он такой свежепряный аромат. И мне нравится. Мне вообще, я заметила, последние годы зимой нравятся вот такие свежие духи. И вот этот тоже из них. И еще один свежий тоже парфюм. Из этой же серии. Вернее, не из этой же серии. Просто вот он такой весь воздушный. Он, конечно, больше, наверное, про весну. Но мне очень нравилось его тоже носить. В январе это Mojave Ghost. От Bayreda. Ну, здесь вот прямо... Вот я его вдыхаю и все. И куда-то улетаю. Здесь, мне кажется, какие-то прямо... Я уже сто тысяч раз говорила. Неземные тоже фиалки. Обожаю его. Вот я не знаю, ничего похожего на этот парфюм. Практически никогда его ни на ком не встречаю. Мне показался какой-то вот фантом этого аромата в транспорте. Ну, может быть, это даже с моего шарфа там где-нибудь. Мои же духи и были. Хотя и в этот день была в другом парфюме. Но я услышала как-то вот этот аромат случайно. Ну, может, на ком-то и был. Не знаю. В общем, он такой холодный, влажный. Немножечко как вот растаявшая снега. Вот эти вот. И в нем очень тонкий фиалковый оттенок. Тонкие какие-то фруктовые вкрапления. Красивый такой завораживающий парфюм. Очень молодой. И мне он этим нравится. Из такого гурманского еще. Я очень люблю идол аура. Посмотрите уже сколько. Это вот. Он у меня был практически полный. Я за этот месяц его очень много носила. Здесь гурманика вроде бы. Все так сладко. Но он немножечко рассольный. Да даже не немножечко. И мне бы хотелось, чтобы вот эта рассольность держалась дольше. Но, к сожалению, она там через какое-то время испаряется. И остается просто приятная такая. Ну, слегка солоноватая ваниль. Мне кажется, здесь как-то вот больше про какую-то пушистую вот эту обволакивающую. Действительно, он как аура. Это вот правда обволакивающую какую-то дымку. Ну, и там вроде бы как роза. Но вот какой-то явной розой он не пахнет вообще. Не знаю, мне кажется, это какая-то солоноватая рассольная ваниль. Классный аромат. Люблю я, наверное, я его больше всего из селинейки. Мне еще нравится первый идол. Но, флагманский. Но он настолько яркий, что у меня от него болит голова. Блин. А так бы я его носила бы, наверное, тоже. Он красивый в шлейфе. И все, ну... А вот этот аромат мне комфортный. Хотя вроде бы как и гурманика, и плотнее, и все. Ну, вот так. И я хотела бы показать два парфюма. Во-первых, покажу аромат, который у меня... О котором я говорила, что вот он ко мне едет. Это Paris Chalet. Вот вы, Дьюс Секрет. Бывшие, не знаю, бывшие, небывшие. Lab on Fire. И Месси Секси. Месси Секси я прямо часто носила тоже, вот буквально недавно. Мне настолько нравится вот это ощущение в этом аромате. Вот вроде бы мне, когда же кто-то писал, вот, он вообще не стоит своих денег, это какая-то дешманская ваниль. Да тут такая ваниль, которую вы в жизни нигде не найдете ни в одном дешманском аромате. То есть я, он ощущается, когда вот именно на себя его наносишь, когда он, когда в нем как-то походишь, и не знаю, вот как-то... В нем все больше и больше открывается каких-то нюансов. И тут очень красивый оттенок латы. Это кофейный оттенок, вот многие ищут кофе, и им предлагают какой-нибудь такой вот ядренейший кофе, прямо такой натуралистичный, с какими-нибудь там амбродеревяхами в итоге в конце, или еще там что-то. Здесь как-то так вот сделано классно, прямо что-то такое вот пушистое белое облако вот с этими кофейными оттенками. И что-то вот есть еще такое очень-очень вкусное, но он не примитивный аромат. В нем прямо вот ощущается какой-то... Вот если брать вот из гурманских парфюмов, в нем ощущается, ну, такой на свой манер гурманский шип. Это, знаете, как вот, допустим, прийти в какой-нибудь там супердорогой ресторан и заказать себе десерт, который, в принципе, ну, можно заказать и в любом другом месте, но там его вам подадут вот именно в такой изысканной, не просто форме, а вы почувствуете вот это вот все вкусы, все оттенки, что это будет вот... Это будет что-то такое незабываемое. Вот такой же вот этот вот аромат. Поэтому я бы ни в коем случае не стала бы его сравнивать вот с какими-нибудь там вообще вот там с тем, с чем кто-то там мне пытался сравнить. Ну, какая-то одна разгневанная женщина мне писала комменты. Не берите, не берите этот аромат! Думаю, боже мой, ну, это же классный парфюм. Я его вот искренне люблю, думаю, просто человек не понял немножечко. Ну, ладно. Каждому свое. Да, в итоге весь этот бренд пораскупили. То есть где-то вот буквально нужно выискивать какие-то остатки флаконов вот этих. И уже не Месси нету в наличии. Я увидела, что есть еще в наличии пока что... Как же он называется? Мне все равно перевод у аромата. Это вот этот флакончик. Это запуск, по-моему, прошлого года с зеброй. Вот, именно на коробке нарисованы зебры, флакончики там у них у всех одинаковые. Там аромат отличается. Если, допустим, вот и Паришелей, и Месси Секси, и Вот Вы Дуи Сикрет, и Веснушка. Это все гурманские парфюмы. То мне все равно. Он неролевый. Но там классные нероли. Мне они понравились. Тоже так почитала отзывы про них, говорят, ну вот там мыл или еще что-то. Но опять же, мне кажется, чтобы понравился этот аромат, нужно просто очень любить нероли. И мне, кстати, нравится, как они пахнут частенько. Я даже в связи с этим вспоминаю периодические ноты Боттега Винитая. Но они не похожи с этим парфюмом. Я имею в виду, что, в принципе, вообще вот для любителей неролевой ноты очень классный парфюм. И я бы себе хотела бы этот аромат. Не знаю, успею я его заказать? Не успею. Но это одно из немногого, что осталось еще в продаже, по крайней мере. И вот Париж Шилей. Это очень необычное сочетание, на мой взгляд. Он тоже гурманский. Но здесь вот какая-то такая вот интересная гурманика. Он заявлены в нем ноты Кока-Колы. То ли чабрец, то ли шалфей. По-моему, чабрец, трава какая-то. Что-то там еще я уже не помню, честно говоря. Может быть, что-то типа апельсинового цвета или что-нибудь. Или флешда оранжа. Возможно. Не помню точно. Но мне это пахнет как будто бы какая-то вот жвачка. И она с оттенком трав. Вот этих вот типа чабреца, шалфея. Что-то такое. Очень необычное сочетание. Есть какой-то лактонный такой вот оттенок. Что-то молочное есть в этом аромате. Многие считают, что он как-то слишком какой-то... Ну, не многие так, почитала отзывы. Какие-то там девочки пишут. Ой, ну вот мне 30, но я думаю, что, наверное, все-таки мне можно носить этот парфюм. Я промолчу, сколько мне, я думаю, что мне можно носить этот парфюм, потому что он классный. Я вам хочу сказать, именно этот аромат у меня собирал море комплиментов. То есть это такой бред насчет вот этого того, что можно носить, что нельзя. То есть, может быть, конечно, на определенной какой-то фактуре такого типа парфюм будет смотреться как-то нелепо. Может быть, я не знаю. Ну вот посмотрите, допустим, на меня, как вы считываете мою фактуру. И вот на мне нормально. И я думаю, что на очень... Не то, что нормально, а классно. И думаю, что на очень многих точно так же. То есть, ну такой момент вот почему-то. Ну в нем есть, да, вот это вот очарование такой вот молодости. Знаете, прямо вот как будто ты идешь там по парку, там тебе 15, жуешь жвачку, там дуешь вот эти огромные пузыри, запиваешь тут же колы, что-то вот такое вот есть в этом аромате. Но с другой стороны, он всем нравится. И неважно, там сколько там чего, сколько лет, сколько зим. В общем, прикольный, классный. Все, я себе его вернула и больше никуда девать не буду. Потому что, ну это у меня прям был один из супер тоже комплементарных ароматов. Почему я должна от него отказываться? Вот такие вот дела. Он очень классный, я считаю, на весну. Но вот именно на воздухе, на таком открытом пространстве, это классно. Я его носила в апреле в прошлом году. И, ну прям, прямо сама от себя обалдела, ну правда. В помещении может он поддушивать. То есть тут как бы такое, ну для ориентира, может быть, для кого-то это будет таким хорошим ориентиром. Парфюмер, который его сделал, у него Лоран, это парфюмер, который сделал практически весь бонд, бренд. Я бонд знаю плохо, но я так думаю, что там должна быть какая-то своя, ну отличительная ароматика, да, у бренда. Ну вот именно этот же парфюмер сделал вот именно этот аромат. Потому что, допустим, ну я уже говорила, Месси Секси сделал Доминик Рапион. То есть тут каждый парфюм делал определенный парфюмер, причем такого, такие высококлассные делали парфюмеры все эти ароматы. Да, я еще забыла сказать, что в этом месяце я активно разнашивала ароматы с османтусом. Я думаю, что следующее видео будет как раз-таки про эти парфюмы. Просто вот эта нота меня как-то так заворожила. Мне сразу же хочется кучу ароматов с османтусом. Я не знаю, что мне делать, потому что они один краше другого. Ну вот в следующем ролике я расскажу именно про них. Оставляйте комментарии, напишите свои самые любимые ароматы, которые вы носили в начале этого года. Я желаю вам всего самого наилучшего, как обычно. Всем пока-пока.